Более 7 тысяч муромлян отдали свои голоса за территорию будущего благоустройства на общероссийской платформе 33.городсреда.ру и через сайт госуслуги. По-прежнему лидером гонки является набережная Оке, за которую на данный момент проголосовали более 5000 человек. От каждого из нас зависит, получит ли муром в 2022 году финансовые средства на благоустройство. Пока активности горожан не хватает. Напоминаем, что до конца голосования 30.го мая остается совсем немного времени. Что надо сделать, чтобы проголосовать, узнавал Вадим Уколов. Каждый муромлянин в возрасте от 14 лет может принять участие в голосовании и выбрать одну территорию благоустройства относительно адреса проживания, указанного при регистрации. Уважаемые жители города Мурома, приглашаем вас принять участие в голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году. Территория, которая наберет наибольшее число голосов, будет благоустроена первой. Для принятия участия необходимо зайти на сайт по адресу 33.городсреда и пройти несложную регистрацию. Это займет не более двух минут. Размер бюджетного финансирования работ по благоустройству территории напрямую зависит от количества голосующих жителей округа. Именно от вашего решения зависит создание комфортной городской среды нашего города. Благодарим вас за участие. Если голосование будет активным и какой-либо проект из семи предложенных наберет нужное количество голосов, муромляне смогут рассчитывать на благоустройство территории в ближайшем году. Для этого должны проголосовать более 17 тысяч человек. К примеру, в нашем городе может появиться обновленная набережная, на которой так любят прогуливаться горожане. Часто здесь гуляете? Часто. Да. А как часто? Ну, 3-4 раза в неделю обязательно. А вот вы бы хотели, чтобы набережная преобразилась, что-то новое здесь было? Да, я хотела бы, чтобы здесь поставили спортивный комплекс, как в парках. Потому что люди испытывают, сюда ходят очень много по утрам с палками и просто бегом занимаются, ну, спортом занимаются, своим здоровьем люди занимаются. И вот этот комплекс, он необходим. Все чудесно. По сути, здесь ничего не надо менять. Вот только насаждение, ну, и лавочки можно было бы поприличнее, но хотя эти практичные, им ничего. Ну, в принципе, ничего здесь не надо делать. Все хорошо. Плиты ровненькие. Самое главное. Буду голосовать за это, да. За набережные? Да, за улучшение условий до набережной для людей, занимающихся спортом. Проголосовать очень просто. Для этого нужно в поиске вбить 33 город среда и перейти по ссылке на сайт. Далее нажимаем «Голосовать», выбираем «Округ Муром». Перед нами список объектов для голосования, с которыми можно ознакомиться. Далее выбираем понравившийся нам объект, узнать подробности и проголосовать. В пустых строках заполняем свои данные. Фамилия, имя, отчество, электронная почта и номер телефона. И нажимаем опцию «Продолжить регистрацию». После этого вам поступит звонок. Четыре цифры нужно будет занести в соответствующую строку. И все, вы проголосовали. То же самое можно сделать и на компьютере. Если вы с гаджетами на «вы», это касается представителей старшего поколения, можете попросить помощи у своих детей или внуков. Каждый муромлянин тем самым внесет свой вклад в благоустройство родного города. Выбирайте лучшие проекты создания комфортной городской среды. Участвуйте в развитии своего города. Вадим Уколов, Александр Симонов, Илья Облетов. Наши новости.